На протяжении восьми дней празднования Хануки каждый вечер зажигают по одной свече в специальном подсвечнике. Для еврейского народа Ханука один из главных праздников в календаре. Он знаменует освобождение от гнета греко-сирийской империи в 165 году до н.э. Евреям удалось осветить храм, оскверненный греками. По традиции для этого им нужно было ритуальное масло, которого должно было хватить на восьмисвечник. В храме смогли найти только один кувшин с маслом. Этого было мало, но случилось чудо. Огонь горел все то время, пока не приготовили новое масло для освещения храма. В память об этом каждый год на Хануку в течение восьми дней вечерами евреи зажигают светильники у входа в дома. Каждый день зажигается свеча из этих восьми свечей, в память о тех восьми днях, когда произошло это чудо. Поэтому праздник называется освобождение свободы рас, как мы говорили. И, конечно, праздник света. Когда чудо света, когда свечи эти осветили храм, то пришло то настроение, которое нужно для продолжения жизни. В Самаре Ханука отмечается с 1993 года. В этом году в галерее «Новое пространство» организовали дефиле новой коллекции еврейских традиционных костюмов с современными элементами, которую представил самарский дизайнер Юлия Коган. Мы хотим очень показать нашу еврейскую моду, показать, что она очень самобытная и в то же время она современная. Поэтому мы сегодня решили, собрались, я со своим большим таким коллективом придумала эту коллекцию. Публики продемонстрировали три линейки одежды как для женщин, так и для мужчин. Основным цветом коллекции стал синий, который в еврейской культуре считается зимним. Женщинам представили нежные туники с головными уборами, а мужчинам – толстовки с зимними принтами и ермолками из войлока и шерсти. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Максим Гусев. События.